Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Сегодня мы снова возвращаемся к теме ожирения. А говорить будем уже о плюсах и минусах кардинальных способов борьбы, хирургических. У нас в гостях врач-хирург Андрей Мельников. Тема ожирения актуальна, потому что это современная бич, так скажем, проблема современного общества. Комфортная жизнь и, в общем-то, удобные средства передвижения, они рождают по себе проблемы. Проблемы, связанные с ограничением физических нагрузок, с неправильным режимом рациона питания, что в конечном итоге приводит к накоплению избыточной массы тела. Справиться своими силами возможно? Может быть, просто пореже заглядывать в холодильник и почаще садиться на велосипед? Или это не помогает? Вы знаете, помогает сбросить вес. Но, к сожалению, проблема заключается не в том, чтобы снизить вес. Действительно, очень многие наши пациенты, перед тем, как обратиться к нам, самостоятельно худели на 5, 10, иногда 30 и даже 40 килограмм. К сожалению, проблема в том состоит, что вес набирается снова. И подчас даже больше, чем был исходный вес. В этом случае помочь уже может только хирургия. И надо сказать, что вот эта манера пищевого поведения, она закладывается в глубоком детстве. И, к сожалению, по сути, относится к характеру привычки. По мере того, как мы достигаем желаемого результата, да, мы похудели, к сожалению, мы не в силах отказать себя и отказать своим привычкам. Мы снова начинаем кушать, в той или иной степени давать себе послабление, что в конечном итоге ведет к набору веса повторному. Мы сегодня условились с вами говорить о хирургии, но перед этим я спрошу. Все-таки одно дело привыкнуть к определенной пище, второе дело приучить желудок, который может не справиться с другой. То есть наш рацион можно уже и не переделать, не успеть. Безусловно, но хирургические операции, они призваны помочь пациенту стабильно и долгосрочно добиться потери веса, благодаря тому, что создаются механические условия. Давайте тогда ближе к теме. Самое актуальное сейчас что? Что у вас требовано, скажем так, и по деньгам, и по тому, как мы себя потом будем чувствовать? Самое оптимальное? Группа абориатрической операции сама по себе достаточно большая. У каждого пациента может быть показан тот или иной вариант операции в зависимости от необходимости. Но наиболее, в общем-то, актуальная сейчас операция – это лапароскопические. В силу, в общем, современного развития медицины, само лапароскопическое направление, направление лапароскопической хирургии, она очень актуальна и замечательна сама по себе. А в группе пациентов с избыточным мастилом она актуальна вдвойне. И остановиться я хотел бы на лапароскопическом регулировании бандажировании желудка и на лапароскопической продольной резекции желудка. В этой методике, которая, на самом деле, давно известна в странах Европы, в США, в Америке, к сожалению, в России это направление развивается медленными темпами, хотя сейчас все чаще об этом говорится. И если мы говорим о лапароскопическом бандажировании желудка, то суть этой методики состоит в том, чтобы наложить в верхней части желудка определенную манжету силиконовую, которая будет через светильную трубочку соединяться с регулировочным портом, расположенным здесь на реберной дуге. Визуально его не видно, но на ощупь можно будет определить. И объем вот этой манжеты можно регулировать введением специальной жидкости через регулировочный порт, больше или меньше, для того, чтобы найти компромисс между комфортным питанием пациента и эффективным снижением массы тела. Вот этот маленький желудочек, который будет формироваться над манжетой, он имеет всего объем 15-20 мл, и при приеме пищи очень быстро будет наполняться. Таким образом будет достигаться эффект насыщения. Другая методика лапароскопической продольной резекции желудка представляет собой превращение желудка из объемного мешка в трубку, в узкую трубку, в общем, объем где-то 100-150 мл аналогично. В общем, достаточно быстро при приеме пищи она будет наполняться, будет достигаться эффект насыщения. Ну, понятно, что хирургия достигла определенных высот, и все сейчас возможно, и не так болезненно, и быстро приживается. Но, тем не менее, опасности какие-то есть, подводные камни, о которых стоит помнить, стоит знать в первую очередь. Да, безусловно. Любая хирургическая операция связана с определенным риском. Это риск общих хирургических осложнений, в частности. Для пациентов с избыточным маслом тела риск операции, к сожалению, повышен. Это неименуемо, учитывая вот этот фон сопутствующих заболеваний, который, как правило, есть у этих пациентов. Это сахарный диабет, бронхиальная, астма, иногда это гипертоническая болезнь, другие проблемы. И париатрические операции, то есть операции на правильное снижение веса, они не лишены и специфических осложнений. Безусловно, когда мы говорим про одну резекцию желудка, мы должны очень тщательно обработать саму желудочную трубку, герметизировать ее. Вот смотрите, сколько лет люди нарабатывали вес, ведь это же не за день и не за два, это как минимум полгода, год. Кто-то после рода вполне, у кого-то стресс, развод, все что угодно. Вдруг у человека появились какие-то изменения в организме, ему говорят, вот это кушать нельзя. То есть он привык везде с булочкой в руках, и вдруг нельзя. Успех операции, в том числе и бариатрической, заключается в том, что вложим в взаимопонимание между пациентом и врачом. И только когда пациент конкретно понимает, чего он хочет, хирург в состоянии ему помочь. Устав от этих бесконечных борьбы с самим собой, они уже приходят за хирургическую помощь. Этим пациентам очень легко удается объяснить, они сами настроены. Более того, подчас информацию, они очень хорошо себе представляют, благодаря интернету. К вам обращаются родители, у которых с детьми проблема. То есть особенно в старших классах, если мы говорим о девочках, да и мальчики тоже, когда есть лишний вес, реально тяжело. От физкультуры до каких-то взаимоотношений в школе. Да, обращаются. И, к сожалению, проблема современного общества, вот это ожирение не то, что оно только в взрослом, да, популяции. К сожалению, речь идет о том, что ожирение – это бичи подростков и у детей. Но другой вопрос, что мы опережем уже, начиная с 18 лет, пациентов. А посоветуете что-нибудь тем, кому меньше 18, а проблемы есть? Девочки сейчас у нас такие взрослые достаточно, уже и в 15 выглядят зрело, активные должны быть. Не комплексовать, я думаю, вот из-за этого. Хочу сказать о том, что добиться снижения веса все-таки в той или иной степени можно, пересмотрев свой рацион питания, и, так скажем, систематизировать свои физические нагрузки. И в подростковом возрасте это сделать на порядок проще, чем во взрослом. Я понимаю, вы не диетолог, но, может быть, есть какой-то продукт, который с большим весом лучше не подходить к нему вообще? Мы говорим о нашим пациентам после операционного периода, и, в общем-то, на консультации мы, как правило, тоже делаем акцент. Речь идет о продуктах, так скажем, жидких, высококалорийных и легкоусвоемых. Как правило, легкоусвоемые углеводы, которые мы можем получить с шоколадом, с мороженым. Кто-то получает в виде, там, крем очень любит, кто-то любит безе, кто-то любит алкогольные напитки употреблять, пускай даже это пиво по вечерам, семечки. Все эти продукты очень высококалорийные и легкоусвояемые, по сути своей. И речь идет о том, что даже в раннем операционном периоде и вообще, в общем-то, потом, мы не рекомендуем их к употреблению, потому что они несут с собой определенный объем калорий, энергии, который достаточно легко организму усваивается и запасается в виде жира. Всегда действуют, когда есть примеры. Вы могли бы какие-то примеры привести, как положительные, так, может быть, и не очень, чтобы наши телезрители сделали для себя какие-то выводы? Положительный пример – это пример того, как люди худеют, как они целенаправленно идут на эту операцию, несмотря на то, что подчас не все родственники, друзья одобряют их решение, не все даже подчас врачи в поликлиниках. Это, видимо, связано с недостаточной осведомленностью, так скажем, пониманием самого механизма потери веса. Вот вы сказали, я цепляюсь к словам, вы сказали, не все врачи одобряют. То есть они понимают, что нужно, но тем не менее не одобряют, или они реально не понимают в некоторых клиниках? Это достаточно, несмотря на то, что хирургия ожирения достаточно широко развита, в странах Европы, в Соединенных Штатах. Может быть, боятся браться просто за какие-то случаи, а вдруг чего? Нет, речь идет о том, что, в общем-то, о своем отношении к хирургии ожирения. К сожалению, оно неоднозначно. И кто-то считает эти операции калечащими, забывая о том, что калечащие – само заболевание. Забывая о том, что ожирение связано… Ряд хронических болезней. Да, ведет к сахарным диаметром типа, к гипертонической болезни, к повышенному риску атеросклероза и шимической болезни сердца, к повышенной нагрузке на суставы и позвоночник. Что ожирение является иногда причиной бесплодия у молодых девушек репродуктивного возраста. Это, что ожирение – это синдром обструктивного апноэ во сне, когда человек ночью на какое-то время перестает дышать. Что это выраженная дыхательная недостаточность, когда при избыточном остиле, особенно очень выраженной, достаточно дать небольшую физическую нагрузку и получить тяжелую дышку. И, к сожалению, альтернативы лечения всех этих проблем, кроме пожизненного приема, иногда очень дорогостоящих лекарственных средств, нет. Единственной альтернативой является хирургическое лечение ожирения, о котором мы сейчас и говорим. Советы и предостережения вы услышали, а вот что именно брать на вооружение – решать вам и, главное, специалистам, к которым вы обратитесь. Это была программа «Семь минут. Стройнете без вреда для здоровья». Субтитры создавал DimaTorzok